Великая иллюзия сознания Великая иллюзия сознания — тема, которую в последние десятилетия, буквально с начала XXI века, активно обсуждают и психологи, и физиологи, и философы. А суть ее в том, что мы с вами убеждены, будто бы замечаем, воспринимаем намного больше, чем на самом деле. Нам кажется, будто мы видим все, что происходит вокруг нас, слышим все, что происходит вокруг нас. Вот эта убежденность и есть та самая великая иллюзия сознания, суть которой пытаются понять все. На самом деле тут две стороны. С одной стороны вопрос в том, почему нам так кажется, а с другой стороны, и, собственно говоря, здесь больше почвы для экспериментально-психологической и нейрофизиологической работы, вопрос в том, о чем мы, собственно говоря, не замечаем. То, что мы не замечаем очень многого, на самом деле известно с древности. Все фокусники и карманники прекрасно этим знают и этим пользуются. И, собственно, примерно в 2008 году наметилось даже новое научное направление, такая коалиция фокусников, психологов и физиологов под названием нейромагия, которые, собственно говоря, и пытаются отвечать на вопрос, а почему мы убеждены, будто бы видим все, а на самом деле видим очень и очень немногое. В психологии подобного рода явления начали изучать примерно с 70-х годов. Возникли они, как обычно, как побочный продукт экспериментов совсем в другой области. Но не совсем, это, опять же, были исследования зрительного восприятия, зрительного внимания человека, который проводил корнельский психолог Ульрик Найсер, один из основателей такого направления, как когнитивная психология, то есть психология познавательных процессов. И он изучал со своими студентами и аспирантами ситуацию, когда человек видит перед собой два наложенных друг на друга фильма, и его просят отслеживать один из них, игнорируя другой. По сути дела, Найсер хотел доказать, что в нашем зрительном восприятии нет специальных фильтров, которые отфильтровывают часть информации, как думали раньше, и отбрасывают все ненужное. Он хотел доказать, что нам достаточно знать, зачем мы следим, и мы будем делать это эффективно. Например, это была игра двух баскетбольных команд, которые передавали друг другу мяч, и за передачами мяча в одной команде человек следил эффективно, за передачами мяча в обеих командах затруднялся следить, но одно от другой отделить проблем не было. Найсер ввел в эксперименты такое побочное условие, в котором на фоне вот этих фильмов из угла в угол экрана проходила девушка под зонтиком, абсолютно не имеющая отношения к происходящему стимулу, который, однако же, находится на экране в течение некоторого времени, находится в центре поля зрения, гуляет, и, в общем, ее не замечали. И примерно 30 лет спустя на рубеже веков эта девушка с зонтиком всплыла в психологии снова в облике гориллы. Последнее время много шума вокруг знаменитых исследований так называемой невидимой гориллы. Чикагский психолог Дэниел Саймонс со своим коллегой Кристофером Шабри воспроизвели старые эксперименты Найсера, использовав, опять же, баскетбольные команды, но вместо девушки гориллу, которая проходит через весь экран, бьет себя в грудь, отправляется дальше. Проводя эксперименты, они обнаружили удивительную вещь. Даже вот эту вот гориллу, которая, казалось бы, потенциально может нести в себе угрозу для человека, люди не замечают. Если человек не загружен никакой задачей, просто разглядывает, что происходит на экране, горилла замечается прекрасно. Если человек занят определенной задачей, он, скорее всего, этого события не заметит. Это явление было обозначено как слепота по невниманию. Если мы не ожидаем, не настроены заранее на восприятие определенного объекта, скорее всего, мы его не заметим. Сам Дэниел Саймонс, написавший Шабри совместно книгу, которая вышла уже и на русском языке, делал много модификаций этого эксперимента. Все они очень забавны. Например, мы можем предупредить человека о горилле, он может о ней знать благодаря тому, что в интернете полно роликов. Но если в процессе наблюдения подсчета передач меча, наблюдения за гориллой, мы поменяем полностью цвет занавеса, на фоне которого все происходит с ярко-красного на ярко-желтый, человек опять ничего не заметит. И это уже другая известная ошибка внимания, которую тоже числят по разряду великой иллюзии сознания, так называемая слепота к изменению. Состоит она в том, что мы не замечаем даже очень крупных изменений в зрительной сцене, если эти изменения происходят либо очень постепенно, либо сопровождаются как будто бы обрывом пленки. Потому что если изменения происходят внезапно на статичной картинке, у нас есть детекторы движения, которые мы унаследовали еще у лягушек, которые автоматически привлекают наше внимание к месту появления этого нового объекта. Например, мы разглядываем фотографию, на которой изображен замок, пруд, большой старинный дуб за замком, потом происходит обрыв пленки, на фотографии исчезает этот дуб, который занимает треть изображения. Мы не замечаем изменения. В психологии обычно используют циклическое предъявление, картинка с изменением, картинка без изменения. В чем-то они сродни известной детской игре «Найди 10 отличий», и оказывается, что вот этих изменений человек тоже с высокой вероятностью не обнаруживает. Более того, он их не обнаруживает даже в том случае, если происходит не глобальное прерывание изображения, а его локальное зашумление. Например, как на стекло автомобиля падает несколько брызг грязи. Вот если вводится такой локальный шум и что-то меняется, это изменение не обнаруживается. Поэтому, на самом деле, исследования слепоты к изменению сейчас в основном спонсируются крупными автомобильными концернами. Нужно найти какие-то способы с этим явлением бороться, потому что, на самом деле, оно хоть и подвластно некоторым индивидуальным различиям, кто-то находит изменения за три цикла, кто-то за пятнадцать, кто-то вроде меня может и тридцать раз просмотреть. Заметить, тем не менее, не удается. Вопрос важный заключается в том, а из-за чего мы не замечаем? Мы не смотрим на то, что меняется, или мы не смотрим туда, где происходят изменения? С слепотой по невниманию, которая связана с нашей неспособностью замечать появление какого-то нового объекта, если наше внимание загружено другой задачей, вопрос о том, где не стоит. Потому что этот объект обычно бывает везде, в том числе и там, куда человек смотрит. В слепоте к изменению этот вопрос ставится. Мы смотрим не туда, или мы смотрим не на то, на что нужно. Психологи пытались искать ответ на этот вопрос. Не очень успешно. Пытались людям подсказывать, где искать. Пытались людям подсказывать, что искать. Оказалось, подсказки более-менее равноценны. А вот физиологам ответ удалось найти более успешно. Использовали для этого метод функциональной магнитно-резонансной томографии. И просили испытуемых искать изменения в объектах, для которых в головном мозге человека есть специфические зоны, обрабатывающие о них информацию. Например, это человеческое лицо, которое представляет собой эволюционно значимый стимул. У нас в мозге есть такая специальная веретеновидная или веретенообразная зона лиц и изображение жилищ человеческого типа, для которых есть тоже парогипокомпальная зона мест. И, собственно говоря, предполагали, что, по всей видимости, когда человек не замечает изменения лица, то в этой зоне лиц не должно быть активации по сравнению с ситуацией, когда мы замечаем изменения лица. И точно так же относительно зоны мест. Однако обнаружилась удивительнейшая вещь, что активация мозга в условиях, когда мы замечаем и не замечаем изменения, отличается не вот в этих специфических зонах, обрабатывающих информацию об определенных объектах, а в тех зонах, которые связаны с неосознаваемой обработкой информации о местоположении объекта. То есть что получается? Что для того, чтобы осознать изменения, оказывается необходима система головного мозга, неосознаваемо обрабатывающая изменения о местоположении объекта. То есть, по всей видимости, это вот такая ошибка типа «где?». Мы смотрим не туда, и из-за этого мы не замечаем, что меняется в изображении. А такой типичный тип ошибки, касающийся именно того, что мы воспринимаем, ошибка, которая называется слепотой к повторению. Мы, как правило, не замечаем повторение зрительного объекта, если оно происходит в течение определенного интервала времени, или если этот объект в пространстве расположен рядом с тем, который мы только что видели. Собственно, именно поэтому в современных текстовых редакторах обязательно повторение слова подчеркивают точно так же красной чертой, как орфографическую ошибку. Зачем это делать? Чтобы сделать объект другим. Потому что если объект тот же самый, по всей видимости, мы его кодируем туда же, в то же самое отображение, куда закодировали предыдущий. По всей видимости, так наша зрительная система эволюционировала. Когда мы видим собачку беленькую на газоне, отвернулись, повернулись обратно, увидели беленькую собачку, мы думаем, что это та же самая собачка. А если она вдруг другая, вот тут мы опять пойдем жертвой пресловутой великой иллюзии сознания, к которой все эти ошибки относятся, вокруг которой они группируются. На самом деле их несравненно больше, и в последние годы, вот в начале 21 века, психологи и физиологи все больше и больше и больше по их поводу находят. Философы спорят, нужно ли вообще обсуждать эту великую иллюзию, говорить о фундаментальной ограниченности процессов восприятия, или на самом деле все хорошо и все как надо. И мы воспринимаем то, что нам нужно для совершения действия, и это все нам дано полностью, остальное нам как бы просто не нужно. Тут очень много вопросов философских, в которые сейчас я вдаваться, наверное, не стану, а просто вот еще раз отмечу, что когда мы считаем, будто бы видим все, имеет смысл остановиться, подумать, вглядеться, а все ли на самом деле.